Вы когда-нибудь слышали о губоногих? Между прочим, это целый класс животных, которые включают около 3000 видов. В наших роликах мы уже рассказывали вам о геофилах и скалопендрах. Теперь же настала очередь рассказать немного о костянках. По предварительным данным их насчитывается более 1000 видов. Точное количество затрудняется назвать даже специалисты. При виде этих созданий некоторые люди испытывают даже страх. Ведь внешний вид губоногих, да и костянок тоже действительно может навевать страх и ужас. Но если познакомиться с ними поближе, то эти многоногие существа покажутся вам вполне безобидными и даже полезными. Сперва давайте посмотрим, как они выглядят. Большинство видов костянок имеют коричневые или бежевые оттенки. Цвет может колебаться на более светлые или темные тона. Насыщенность цвета зависит от места обитания и возраста. От своих ближайших родственников, геофилов, костянки отличаются меньшим количеством ног, а от скалопендр – мелкими габаритами. Ведь длина тела большинства костянок обычно не превышает 5 сантиметров, а некоторые виды имеют гораздо меньшие размеры. Костянки обитают повсеместно. Днем они прячутся под опавшей листвой, под мхами, в подстилке растительных остатков, в пнях, между камнями. В общем, их можно встретить там, где достаточно сыра. В глубокие слои почвы они не зарываются, но благодаря приплюснутой форме тельца могут беспрепятственно перемещаться в узких туннелях. Туловище взрослой костянки покрыто прочным хитином, и чаще всего встречаются особи с 15 парами ходильных ног. Такое количество лапок никак не мешает многоножкам быстро двигаться. В случае необходимости они проявляют великолепные спринтерские способности и могут двигаться со скоростью 30-40 сантиметров в секунду. По своей природе костянки – хищники. Они питаются мелкими насекомыми, мошками, комарами, мухами, жуками и мелкими паучками. Пик их активности приходится на ночное время. Свою жертву они могут подкарауливать не только на почве, но и из-под укрытия. Костянки очень устойчивы к низким температурам. В холодное время года они благополучно нападают на гусениц, листоверток и других вредителей, которые пребывают в анабиозе. Брачные игры и размножение костянок – весьма увлекательный процесс. По наблюдениям энтомологов, самец похлопывает усиками, дотрагивается до самки и пятится назад, как бы приглашая даму последовать за ним. До этого он предварительно сплетает паутину и откладывает в нее сперматофоры – небольшие комочки с семенной жидкостью. Самка, двигаясь по паутине, натыкается на капсулы со сперматозоидами и собирает их с помощью специальных конечностей, которые расположены на последних сегментах ее тела. Если брачный ритуал происходит весной или летом, то самка без промедления использует семенной материал. Но если сперму она получает осенью, то хранит ее в своем теле до следующей весны. После оплодотворения самка откладывает яйца, покрывает их специальным секретом для предотвращения высыхания, обивается вокруг них и охраняет, пока не появится молодое поколение. Примерно через 10-15 дней из яиц появляются личинки. Внешне они очень похожи на своих родителей, но с более светлым окрасом и меньшими размерами. Самка продолжает заботиться о своих малышах даже после их рождения. Однако, есть виды костянок, которые при размножении ведут себя немного по-другому. После оплодотворения яиц, самка просто может подыскать удобное место для их латки, выкопать там крохотные норки, отложить в каждую по одному яйцу и старательно засыпать их землей. На этом забота о потомстве заканчивается. За один сезон самка может отложить до 10 яиц. У только что вылупившихся костянок не 15 пар ног, а 7. Время от времени детки линяют, и после каждой линьки у них прибавляется один сегмент тела с парой ног. Костянок по праву можно назвать долгожителями, ведь их жизненный цикл составляет 6-7 лет. Для таких небольших существ это очень много. А что можно сказать об их опасности для человека? Если взять костянку в руку, она начинает извиваться и скручиваться дугой. Укусить человека она не способна, так как ее маленький рот не позволяет проколоть толстую кожу человека. На приусадебных участках костянки приносят огромную пользу. Они уничтожают многих садовых вредителей. Единственные, кто часто бывает недоволен появлением костянок, это цветоводы. Костянка может попасть в цветочные горшки с необработанным грунтом, забирается в них, когда те находятся на свежем воздухе, например в летний период на даче или огороде. Истребив всех мелких насекомых в грунте, костянке ничего не остается, как объедать корни и побеги растений. Доводилось ли вам встречать костянок на вашем садовом участке? Что нового и интересного вы узнали об этих безобидных созданиях?